итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 15 апреля давайте с вами посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро в принципе британский фунт продолжили свое активное падение в паре с американским долларом ну и честно говоря основание на то что рисковые активы как-то восстановится к концу недели было достаточно мало не было у нас никакой важной статистики по еврозоне кроме данных по потребительским ценам германии франции и испании ну там отчеты совпали с прогнозами экономистов все это указало на то что инфляция в принципе движется согласно плану европейского центрального банка и это дополнительно ослабило позиции европейской валюты что уже в первой половине дня оказало давление на пару данные по сша свидетельствовали о росте инфляционных ожиданий от университета мичиган но она и понятно что инфляция напомню по последним данным сша продолжила свой рост и это наверняка заставит федеральную резервную систему хотя пока напрямую это не признано но заставит сохранять процентные ставки на своих текущих максимумов дольше чем планировалось и видим что на фоне этого рыночные ожидания пересматриваются что приводит к объективному укреплению американского доллара против рисковых активов против евро и против британского фунта что касается у нас сегодняшнего дня несмотря на то что понедельник запланирован ряд важных отчетов давайте с вами и как раз посмотрим экономический календарь по еврозоне вновь ничего интересного нету выходит нас изменение объема промышленного производства и еврозона индекс оптовых цен по германии вряд ли эти показатели как-то серьезно помогут евро восстановиться поэтому скорее всего акцент у нас будет смещен на изменение объема рочной торговли все и на штатах америки публикуются данные за март этого года прогнозируется рост на 0.4 и 0.5 процента годовых если данные окажутся выше прогнозов экономистов то объективно рост продаж будет дальше постегивать к увеличению ценового давления и все это приведет к укреплению американского доллара и дальнейшему падению евро и британского фунта производственный индекс у нас публикуется но вряд ли он серьезно окажет влияние на европейскую валюту видим что запланировано выступление у вильямса но как вы уже думаю знаете заявление представителей федеральной резервной системы на прошлой неделе оказали давление на рисковые активы оказали поддержку американскому доллару ну так как объективно говорить о том что ставки будут кто-то снижать и об этом уже всерьез задумываются после последней статистики объективно очень рано и вряд ли кто-то будет сейчас торопиться с подобного рода заявлений что касается теперь непосредственно технические картины пары евро доллар да у покупателей есть шанс на то чтобы отыграть большую часть пятничного падения почему бы и нет для этого нужно защищать 06 42 это часовой график евро доллара ложный пробой здесь хорошая точка входа в длинные позиции и наверняка быки будут стремиться на 0673 формирование ложного пробоя даст нам точку входа на продажу но в случае активного движения пары вниз наверняка закрепление этого уровня болит продолжить восходящую коррекцию почему бы нам не дотянуться в таком случае до 0701 здесь также открывая короткие позиции на ложном пробоя либо продаю уже нам 728 в расчете на ту же коррекцию в 25-30 пунктов если медведи проявляется на 0673 целью их объективным вы сами понимаете является уровень 06 42 прорыв с обратным тестом снизу верстого диапазона вернет давление на евро я думаю в таком случае мы увидим обновление месячных минимумов где-то свалимся мы в район 06 16 здесь ожидаю активного действия покупателей но если движение резкого вверх не состоится то длинные позиции от 05 93 05 69 в расчете на отскок с движением 25-30 пунктов что касается британского фунта здесь в принципе история ровно такая же нужно быкам что-то показывать на 24 56 ложный пробой на этом уровне точка входа длинные позиции в расчете на возврат под контроль 24 82 прорыв закрепление вышедшего диапазона проторговка ближе ко второй половине дня подтолкнет фунт к покупкам на 25 11 ну и самой дальней целью выступит 25 39 где посмотрю продажи на отскок с движением 25 30 пунктов что касается продаж 24 82 25 11 по тренду при формировании ложного пробоя идеальные точки входа если медведи забирают первой половине и 24 56 проторговка ниже этого уровня приведет к распродажам с обновлением месячного минимума где-то в районе 24 26 здесь я думаю покупатели попытаются что-то предложить но более дальней цели выступит область 23 75 где покупаю на отскок с движением 30 35 пунктов всем удачи и и